Ополченцы ДНР успешно отбивают атаки украинских силовиков в поселке Логвинова, который расположен на стратегически значимой трассе Дебальцево-Мариуполь. Котел остается надежно запечатанным, украинские военные сдаются ополчению. Мы решили не оказывать сопротивления и добровольно сдались к казачьему ополчению при выдвижении из Дебальцево в Артемовск. Просто, я не знаю, координатами перепутали или у них такие просто данные, и они сами по своим же лупят. И сами потом от своих же прячутся. Ну и раненые бывают от своих же даже. С техникой никто ничего не помогает. За свои деньги ремонтирует ту же технику, на которую едешь. Но ребята сами скидываются деньгами на то же там. Любая какая-то машина появляется, скидывается своими деньгами и ремонтирует ее. Потому что знают, что в любой момент она может не спасти жизнь. Свои деньги вкидывают. Мы выезжали батальоном, у нас батальон был на 60% укомплектованных. Если не меньше даже. Техника, которая выехала на эшелоны и не могла съехать. Если трое суток съезжать с эшелона, техника, то это рабочая техника. Дали автоматы, патроны не дали. И на 150 километров растянулась колонна. И люди сами добирались, кто как мог. Всего Дебальцевский котел попало до 8 тысяч украинских солдат. Киев ничего не делает, чтобы их спасти. Более того, офицерам приказано любой ценой гнать людей на передовую. Сзади регулярных частей стоят заградотряды. Я знаю, что во втором эшелоне за нами стоят батальоны национальной гвардии и другие подразделения. Я могу предположить, что у них и есть функции заградотрядов. У меня сложилось такое впечатление, что нашему руководству невыгодно прекращение войны. И попытки других сторон предпринять какие-то шаги к тому, чтобы развести стороны, прекратить войну. Я не видел таких попыток от нашего политического руководства. Продолжение следует...